Это практическая конференция, которая в сфере защиты предпринимателей. Сегодня мы послушали рабочие инструменты, каким образом можно защищать интересы предпринимателей, отстаивать интересы своих клиентов. При этом также конференция была насыщена разными темами, в том числе, например, юридическим маркетингом, который очень актуален на сегодняшний день. В принципе, обсуждаемые темы были очень интересны, они актуальны, и предложенные алгоритмы и рекомендации, которые были озвучены, они, в принципе, рабочие, их можно использовать в своей практике. После выступления подошли люди, участники мероприятия, с конкретными своими практическими вопросами, с которыми они сталкивались в практике. Помимо правовых тем, интересующих юрист и адвоката, были также затронуты темы маркетинга, то есть как продвигать юридические услуги, тема стиля, потому что стиль в нашей профессии, он очень важен. Безусловный плюс в пользу этого мероприятия, что не только сухие юридические темы обсуждались, но и околоюридические проблемы. Это развитие, свое профессиональное развитие, плюс это нетворкинг, да, то есть знакомство с людьми, соответственно, можно выступить самому, можно послушать выступления других людей, можно поговорить с людьми в перерывах, да, то есть поделиться контактами, получить контакты. Вот, это обязательно составляющая профессионального роста любого юриста-адвоката. Тема обыск компании «Методы правовой защиты» она уже, ну, очень актуальна. Мы проводили тренинги в институте адвокатурной на эту тему, она всегда вызывает живой интерес, да, и, соответственно, то же самое было сегодня, когда после выступления был лес рук, все пытались что-то спросить, потому что каждый юрист в своей практике сталкивается с такой проблемой, когда к нему приходят с обыском в офисе. Да, если это юрист-цивилист, он не знает, что делать в этой ситуации. Поэтому мы, соответственно, разработали определенные алгоритмы правовые, как себя вести в этой ситуации, и сегодня мы их обсуждали.